Всех приветствую на своем канале. Это будут октябрьские пустые баночки, записанные 1 ноября. Ну вот как-то так. Обещалось в конце месяца, а записываю только сейчас. Еще сегодня будет видос, но вообще, наверное, они оба выложатся уже только 2 ноября. Был у меня запрос там покушать, приготовить. Так как у меня сайя глюканула, то пришлось монтировать заново. И вообще, как я забыла в очередной раз, что можно было просто сохранить этот образ монтажа и потом уже в любое время его монтирнуть. В общем, что ж, начнем. У меня закончилось, на самом деле, здесь уже совершенно третий по счету наполнитель, мыло. Которое я в Ярике последний раз, когда там была в начале октября с Аленкой и своей подругой еще Машей, покупала в Ифраши. Это у нас Ифраши, Гомонелис, моющий гель для рук, нежность, чувствительная кожа, без парабенов или что-то в этом роде. А может быть и с парабенами, хрен знает. Ну, короче говоря, сделан он уже как бы в России, после вскрытия 6 месяцев, 200 мл годен он был бы до 20, точнее, до апреля 2020 года. Ну и что у меня тут побывала? Пена для ванны Эйвен, потом пена для ванны еще какой-то русской фирмы и еще пена для ванн опять Эйвен. Я еще подумала, вот зачем покупать эти наполнители для мыла, когда у меня 2 года стоят огромные бутыли этой пены Эйвен. Не то, чтобы она мне не нравится, она мне нравится, это потому она и стоит в закромах родины иногда повторно. Но, с другой стороны, она мне настолько нравится, что я ее всегда хотела попробовать и как гель для душа, и как пену для ванн, соответственно, и как жидкое мыло. Вот сейчас у меня в этом флакончике жидкое мыло. В роли жидкого мыла очередная пена для ванны Эйвен. Не помню название, но потом в пустых баночках ее покажу. Так что это не совсем пустая баночка, это пустая баночка, но с последствием. У меня практически закончилось, ну, я думала, на сегодня закончится, не пида, тут еще одна полосочка или две. В общем, видно, что вот осталось тут по цветным полосочкам. Это паста Аквафреш, тройная формула защиты. Сроком она до апреля 2019 года после вскрытия живет 12 месяцев. Она у меня ее 1 мая, кажется, начала, и вот буквально на полгода мне ее хватило за глаза и уши. Этих 100, по-моему, тут 100 миллилитров, да, 100 миллилитров, 24 часа свежести. Что хочу сказать, нормально, хорошая паста, экономичная. Вот так вот у нее это тут вылазит, если нажать, то она пойдет, я не буду нажимать, потому что оттуда действительно пойдет, а тут еще что-то есть. И мне это хочется даюзать. Ну и, короче, я не помню, что-то на 150 или 160 как-то так стоило, я ее покупала. Совершенно случайно увидела в каким-то, в каком-то, наверное, в общем, не знаю, в обзоре каких-то покупок я его, скорее всего, обозревала, потому что у меня даже каменты были на него. В общем, когда-то я очень давно в детстве его пользовала, потом оно куда-то исчезло, и вот я его увидела, долго думала и купила. Ну и даюзываю. В общем, можно, вообще она очень классная, экономичная, можно буквально вот по горошинке выдавливать, и нормально на всю полость рта хватает. Иногда у меня выдавливалось больше, чем горошинка, такая вот, сантиметра на два с половиной фиговина. Иногда вот, когда как, короче, получалось, но даже, я думаю, если выдавливать по очень много, ну, в смысле, вот по полтора сантиметра, по два, то его все равно надолго хватает. В общем, вот, хорошая вещь, если увижу, то куплю, но у меня, правда, сейчас в запасе куча всяких таких дешевых паст, там я там подружка дарила, я как-то про запас покупала еще до того, как ее увидела. Но если увижу, все равно куплю. У меня закончился или заканчивается, ну, мы с Аленкой посоветовались, я с ней, она тоже без плохого, что он заканчивается, там уже очень проблематично наскребать, чтобы оно вылезло и помазюкало меня. Это от NYX, от подписчицы подарок был, от Диляры, и вот так вот это, вот, вот я тут типа сводч пытаюсь сделать. И я так понимаю, что помады NYX это какие-то супер крутые считаются, ну, и она была, тут уже у меня все стерлось, по-моему, она была или кремовая помада, или что-то такое. Ну, у меня еще такая, по-моему, красная или бордува, ну, в общем, второй вариант такой есть, только другого цвета. Это, кстати, у нас SMLC10 Монте-Карло цвет такой. И, ну, если вдруг чокомой, по-моему, тут было 10 миллилитров, нет, тут было 8 миллилитров, но не суть, важно. Мне ее, в общем, когда, я не помню, получила посылку от Диляры в марте, в феврале, но больше, чем на полгода мне ее хватило, потому что я ее практически постоянно юзала, я ее юзала для обзоров, я ее юзала, чтобы куда-то вылезти. Ну, в общем, практически она у меня в пользовании конкретно так была, губы она не сушит, не скатывается никуда, нет, ничего такого не делать. Я ее наносила и поверх бальзама, она идет тогда как блеск, и поверх, ну, в смысле, единички какой-нибудь, и поверх, просто поверх губ. Вот сейчас поверх губ. В общем, очень классно, мне нравится, спасибо Диле за вот такую штуку, я ее попробовала, она мне понравилась. Вот, если что, я вам тоже такую советую, в общем, классная такая вещь, и удобно, кстати, наносится вообще, и любой другой стороной, и вот этой, и той. Ну, и она, да, даже когда ее там почти не осталось, ее можно наскрепсти этой штучкой. В общем, вот так вот, стоять не падать. Так, у меня почти закончился, там на одно применение осталось, жалковато, на диск не взяла, сейчас бы она мало тебя постереть. В общем, у меня закончился тоник от Арифлейм, что у нас тут, любовь к натуре, в смысле к природе. Я уже эту наклейку переклеила, ну, понятно, что она была по-другому, у меня что-то так, она дрожала, я ее отклеила, потом заклеила по-другому. Ну, ладно, в общем, это у нас маслом чайного дерева. По-моему, мне этот тоник дарила Аленка на день рождения, в общем, я его открыла, не помню когда, но мне хватило его где-то на 4 месяца применения. Он больше похож, скорее, на лосьон, потому что там мне чувствуется какой-то слегка спиртик, и он слегка, как бы, иногда пощипывал кожу. Но мне он нравился, хороший такой тоник. Спасибо Аленке, спасибо Арифлейм. В общем, у меня кожа смешного типа, если что, я вам такую советую. Без понятия, сколько стоит. Так, он хоть и надутый тут такой, но у меня он на самом деле закончился. У меня закончился вот этот вот фаберликовский проноги, бальзам для ног, для усталых ног, охлаждение и релаксация, ментол и арника. Честно, не помню, или Аленка дарила, или Настя Лукьянова, кто-то из них. Но я вот второй такой проногий крем в фаберлике пробую, у меня еще был как-то, сама покупала с лотосом, когда единственный первый заказ делала. Короче, в общем, серия вот эта проноги, именно вот такие крема, охлаждающие или пролонгированного действия с лотосом, мне очень нравятся в фаберлик. И они, по-моему, такие недорогие, тут уже ни черта не выдавится. Он обычный такой белый крем, кремом. Приятно пахнет, приятная консистенция, холодит ноги, правда, сейчас тут холодно, вчера он мне их так нахолодил, и сегодня утром, что я даже слегка подзамерла. В общем, и да, он тут был не то, что, он был зафольгирован вот здесь вот. Ну, как понять, что крем может быть зафольгирован, я уже объясняла, но на всякий случай повторю. Если у крема открывается крышечка, то он может быть зафольгирован. Если у крема не откручивается крышечка, не открывается, а просто вот так, то он по-любому не может быть зафольгирован, потому что, ну как вы эту фольгу снимете? В общем, вот такие пироги с котятами. Вы их едите, а не мечат. Ну, как-то так. Не помню, такое выражение было. Так. Чувствую себя как-то неудобно с этой рукой намалеванной. В общем, вот та самая пена для ванн, которая сначала у меня была в этом, в роли жидкого мыла. Это Айон, Орхидея и Малина, пена для ванн 250 мл. Она у меня стояла, чёрт-чёрт, сколько времени. У меня их было 4 флакона. Одна, по-моему, уехала в поменяшки, одна на первый мой конкурс, который я там первый самую проводила. И две, вот одно я заюзала, второе потом покупала как раз вот эту, вот она стояла. Тут уже вода тупо. И, короче, я и как пену для ванн использовала. А как гель для душа, слушайте, такая вообще шикарная. В общем, очень хорошо пенится, в отличие от всех остальных гель. Ну, то, что гели для душа Уэйвен, для меня они не особо пенятся. Там вот только какая-то серия, вот такие флакончики по 200 мл. Вот они хорошо пенятся, сенсов не особо у меня. И вот это вот, а вообще оптимальный вариант, я считаю, что лучший гель для душа Уэйвен, это пена для ванн. И одной вот такой вот крышечки хватило вот на конкретную такую хорошую пену для ванны. Обычно их где вот в полный рост вы можете лилить, да, практически. Потом я ее добавляла немножко в тазики для ног. Ну, в общем, классная крутая пена, но мне кажется, она уже давно снятость. Ну, если что, просто вот пены для ванн Эйвен я вам советую. Все что угодно там, где, что, когда, о чем вы там ни говорили. Но вот именно пены для ванн Эйвен у меня вообще фавориты пожизненные. Потому что еще до того, как я стала заниматься Эйвен, еще до того, как я вообще что-то знала про Эйвен, просто где-то когда-то иногда покупала. Даже бывает, что тогда, ну, лет 15-12, ладно, лет 12 назад, наверное, может, 15, не знаю. На стоечках просто выходили люди и там раз тебя поймали, отрекламили, ты купил. В общем, пена для ванн Эйвен всегда, всем советую. Даже если вы не любите ванн, пена для ванн, это супер. Так, вот у меня закончилась вот эта вот пенка. Гель для умывания роз от Modum от 150 грамм, 155 грамм, после вскрытия 24 месяца, 36 месяцев срок годности. Год она была бы, в общем, сделана она в ноябре 2015 года, срок она 16, 17, 18. До следующего бы ноября, до следующего года, ноября она бы пролежала. В общем, с ароматом розы, это поменяшки от Насты Зарезко у меня была, и если она меня смотрит, то Насте тебе привет, ну, если не смотрит, значит не смотрит. И, короче говоря, она была очень-очень жидкая, вот молочко из этой серии, вот это Modum Oroz, шикарное было. Крем для руки из Белоруссии проводила, он с первого своего путешествия, или со второй, уж не помню, шикарный крем для рук этот роз был. А вот это, оно настолько жидкое, во-первых, во-вторых, очень неудобный дозатор. Кажется, вроде как обычный дозатор, как везде, но очень неудобно было доставать, оттуда что-то не выливалось, и нифига. Я тупо открывала крышечку, и она настолько жидкая, что я ее, вот, надо было много вылить, чтобы она попенилась, там как-то помылилась, нифига она не пенилась, нифига она не мылилась. Никакие она бальзамы не смывала, вот у меня до этого была пенка, которая год с лишним у меня простояла, по-моему, Белит или Битекс, я уж не помню. Тоже белорусская, с календула 200 мл, она шикарно смывала, там капельки хватало, чтобы это все смыть, весь этот, даже термостойкий какой-нибудь там блед для губ или помаду. А это, как было, допустим, липкий блед для губ на губах, так он оставался. Я ее иногда пользовала, как жидкое мыло, потому что наливаю, оно у меня выливается много. В общем, я ее с горем пополам доделала довольно быстро. Ну, в общем, спасибо, конечно, Насте, за возможность попробовать, не знаю, почему она такая жидкая. Этот гель, ой, вообще, как водичка, из нее, из всего хорошего, только запах был этой розы. До сих пор пахнет этой самой розой, но сама по себе дизлайк. Так, у меня практически закончился этот романтик Бир, по-моему, романтичный медведь. Я его брала тогда же, вот, кстати, вот у меня видео там было на канале, вылезло, как бы, недавнее, но на самом деле двухлетней давности, за декабрь 2015 года я в результате потом еще название подписала, потому что люди как-то смотрели и думали, что это вот новые пустые баночки. У тебя там и качество было видно другое, ну, и вообще формат и так далее. Короче, там был такой обзор, вот, я, что хочу сказать, почему, ну, как с этого перейти. Там был такой бальзамчик карандашиком, вот, как раз это с той самой покупки. Я без понятия, сколько лет уже этому бальзаму. Ну, я покупала, кажется, на аре я покупала, потому что я тогда покупала Женьке, кажется, такой же, с этого, с другого, и Ксюшке. Ну, с Ксюшкой мы еще, как бы, общаемся, с Женькой уже, соответственно, нет. Он сам по себе прозрачный, если его побольше нанести, то такой слегка желтоватый цвет немножко проблескивает. Это такой, по-моему, он, да, вот, он лимонный, то ли карамель лимонная, то ли лимонное что-то такое. Он пахнет такой карамелькой лимонной, даже не карамелькой. Знаете, вот такие бывают конфетки крупненькие, тверденькие, кругленькие, разных цветов. Обычно, ну, вот, желтые такие шарики с сахаром обсыпанные. Или фруктовый сахар такой какой-то мягкий, не квадратиками там рафинат, а вот какой-то такой, не знаю, как объяснить, ну, вот, может, видели такие конфеты, особенно те, кто вот моего, примерно, возраста, плюс-минус, там, год-два, да, 5-6, кто вот в Советском Союзе еще подраспадывал и дальше, вот, в 90-е, застал, ну, там, такие конфетки вкусные были. В общем, они иногда встречаются, и вот это очень похоже по вкусу, по цвету и по запаху на эти конфетки. Тут осталось совсем чуть-чуть, очень неудобно его, он был такой вот, соответственно, полукругом, очень неудобно его доставать, и я его, кстати, иногда наносила на ногти вместо бальзама. Ну, я его, конечно, доюзаю, но решила показать в пустых баночках. Классная такая фигня, стоила какие-то копейки, может, 60, может, 100 рублей, не знаю. Ну, кстати, очень хорошо увлажнял губы, увлажняет губы хорошо, и под блеск какой-нибудь бальзам его хорошо наносить. И как вот для ногти тоже очень хорошо, это, можно сказать, вот, к жидкому мылу и зубной пасте, такая полубаночка. Так, у меня их две, кстати, будут. У меня закончилась Organic Kitchen от Organic Shop, розовая мочалка, очищающий скраб для тела, букет пионов и органическое розовое масло. Это у меня баночка была, это, в общем, тут еще чутка осталось. Мне кто-то вот такую дарил, то ли тут 100 миллилитров, Настя Лукьянова или Аленка, кто-то из них, я не помню, честно, кто из них, но, в общем, кто-то из девчонок. Она у меня долго-долго стояла, пока мне от Сиси Шмидт не пришла посылка, тоже этот ютуб-блогер, значит, то все. Там где-то на канале есть обзор ее посылки. Ну и, в общем, там была такая же баночка, я подумала, что, ну, вот она у меня стоит, стоит, наверное, уже это как бы намек, надо кого-то из них заделать, уделать на себя. И, в принципе, сам по себе он мне не понравился, вот, чисто без никто. Он, вот, тело, я не знаю, он для меня какой-то, ну, никакой. Но мне моя родня где-то в начале лета сказала, что у меня, надеюсь, вы сидите, а может и нет, может не упадете, может так. Короче, целлюлит. Так как я его никогда в глаза не видела и в жизни с ним не знакома, то я как бы не в курсе, целлюлит у меня не целлюлит. То, когда мне раньше иногда казалось, что у меня чего-то не так с этими кожей бедер, да, или вообще с этой кожей на ногах, я покупалась, тогда мне вот мне казалось, что он дорогой, ну и сейчас мне кажется, что он дорогой. В принципе, дорогущий гринмамовский скраб для тех, у кого этот целлюлит. Приходила ко мне Женька, говорила, что нет у тебя никакого целлюлита и отбирала себе этот вот скраб. На халяву, чего бы нет. И я не знаю, то ли Женька мне льстила, у меня он действительно был, то ли у меня его не было и родня просто постебала, фиг знает. Ну, суть такая, что я начала вот это бедра им скрабировать. Кожа сама по себе, вот чисто чтобы вот скрабировать, так в принципе ничего, вот местами так и со себя скрабировать. Я не знаю, как люди живутся скрабируют, да, вот что скрабируют, что не скрабируют, я не понимаю, как там, в чем прикол. Но суть такая, что у меня было масло от Арифлейм, от Насти Лукьяновой, типа чайное дерево. На самом деле там, конечно, чайное дерево с кучей всего. И я вот этого чайного дерева с кучей всего где-то одну треть лакончика туда бабахла. И, слушайте, так хорошо пошло. Он с эфирным маслом очень хорошо сочетался, и я им хорошо скрабировала. Конечно, полноценно тело 100 грамм, мне кажется, это мало на тело. Но я им пятки скрабировала, и вот эти вот свои, как бы жирные ляжки выше колена. И потом у меня вот сейчас, да, вот какая вторая баночка. Они, кстати, по-моему, они немножко отличаются, картинки вот здесь. Вот здесь потемнее, а тут посветее. А тут наоборот, вот это посветее, а это потемнее. А в этой, тут-то вообще уже все высохло. Вот здесь вот у меня, в общем, который от Сиси Шмидт у меня как раз было от масла, чайного дерева. А которое было от девчонок, тут я закапывала просто апельсинового эфирного масла несколько капель. В принципе, вот эффект тот же самый был. Что-то у меня тут все липкое, блин, даже не знаю, почему вытереть. Ну и, в общем, в принципе, вот чисто, чтобы скрабировать какие-то части тела или ноги, пятки, да, даже лучше просто какие-то части тела, там, не знаю, бедра, да. Он хороший. Если туда капать эфирного масла, он вообще шикарный. А так для тела он никакой. Как-то так. Ну и да, и девчонкам спасибо за возможность попробовать. И тем, и тем. Всем, короче. Тут у меня закончилось, тут еще чуть-чуть у тебя как-то осталось. Это от Арифлейм, это мне Аленка дарила на день рождения, 50 миллилитров, тут алоэ вера, а тут чайное дерево, тут алоэ вера. Скраб, по-моему, это был скраб. Скраб для лица, скраб там алоэ вера. Я тут думала, что чайное дерево и алоэ вера, ну, да, они похожи по этикетке. В общем, скраб вообще никакой. Очень-очень мелкие вот эти частички. Он внешне вот по этим частичкам вообще, по консистенции напоминает такую шикарную штуку от и фраше с ромашкой, и камамиль, или что-то такое. Скраб у них был. А, или бамбуковый какой-то скраб, там 75 миллилитров, что-то такое. В общем, по консистенции он очень тот напоминает. Но тот шикарный, он умываешься, вот хорошо. Его чувствуешь, что-то он там обновляет, а тут что умылся, что не умылся, кожу стягивает, не стягивает, я не помню. Но его было очень неудобно смывать. И он много, вот чуть-чуть вылежь, вообще непонятно. Чуть побольше вылежь, заколебешься смывать вообще. Я в результате его тупо на пятки истрадила. Но эффекта, что на лице, что на пятках, я не обдавлюла. В общем, ну, вот тоник, хоть и не алоэ вера, а чайное дерево шикарен. А вот это вот какашка. Не советую. Так, у меня тут закончился тот вот из обзора. Второй я Аленке презентовала. Это вот гель для душа, успокаивающий шанфлей и ромашка. Гринмама 50 миллилитров сазона. Сделанный в мае сего года и до 06-го, 19-го, то бишь через два года, бы он там коньки откинул. Так-то вроде как похож на тот предыдущий большой полноформатный Гринмамовский гель. И запах такой же. Ну, короче, мне его, что-то я не знаю, я его 50 миллилитров, по-моему, на пять применений растянула. Такой, жалко, что он 50 миллилитров, а не полноформатный, но в дорогу, допустим, что-то у меня кот орет. В дорогу, допустим, его хорошо надо, думаю, убрать. Блин, как же все руки-то такие липкие. В общем, если вам, вы перлись когда-то по Гринмамовски вот таким геликом, там мята, значит, шалфель с ромашкой, мед и лавандой, апельсин, там имбирь, то гоните на озоны, там вот они от 40, 40, 45, 46 рублей, что-то вот такое. Там даже какие-то мелкие шампуни и бальзамы для волос есть. Но вот эти вот, чисто на Гринмаме я их не видела, они уже у них считаются как год, как снятые. Я не знаю, как вот, с чем связано, что вот у них снято, но при этом тут сделана Гринмама и продается на озоне. В том прикол. Так, что у нас по времени-то? Так, у меня тут закончился, это я сама покупала, чистая линия, фитотерапия, красивая кожа, скраб очищающая, абрикосовая косточка. У Аленки очень часто было в обзорах. Он вот в пустых баночках, я так поняла, что она его советует, но я как-то купила ей себе, давно уже не помню, ей, по-моему, да, дарила ей, и этот себе оставила. И он, слушайте, он похож на тот самый скраб, вот я такой, Аленка мне что-то такое, сертификат дарила года два назад на день рождения, значит, и я покупала Ревгоша, там вот эта греческая фрилайн, фрилиния, что-то такое. Ну, в общем, какая-то греческая косметика, которую они на вес раздают. И там был такой скраб-маска, у меня что-то грамм 60, что ли, было, или что-то в этом роде, она у меня почти на 400 или на 500 рублей вышла сама, вот маленькая коробочка, такая классная консистентность такой, все натуральное, там, по-моему, шкурка или молотая, или что-то в этом роде грецкого ореха, еще что-то. И вот этот по консистенции очень похож на тот. И подействует тоже, он, если его так раз в неделю юзать, во-первых, его надолго хватает, там совсем чуть-чуть надо. Под конец он мне настолько надоел, что я им скрабировала ноги. Но и ноги он хорошо скрабирует, в общем, очень классный этот такой, он после вскрытия 6 месяцев живет, я его все стала доделать на ноги, потому что поняла, что у него срок заканчивается после вскрытия, а я его еще не совсем уделала. Он густой такой, совсем чуть-чуть надо, вот на кожу лица, вот совсем буквально чуть-чуть, и да, я его не всегда раз в неделю пользовала, иногда при нем забывала, он у меня шел раз в месяц, но очень классная бюджетная хренотень. В общем, я вам такую советую, если у вас нету загонов, что вот надо покупать только дорогое и брендовое, и можете покупать что угодно, ну, там, не переплачивая, допустим, за бренд, то я вот такую штуку вам советую, чистая линия. Так, у меня закончилась зубная паста от 1 до 6 лет для детей, новый жемчуг, малина, 50 мл, я ее брала, вообще я люблю такие маленькие детские пасты покупать, потому что, почему-то, взрослые пасты маленькими не бывают. Я ее брала, когда ездила в Псков, в начале лета, и потом уже отправила в деревню, она у меня стояла, и здесь я уже ее дозыбала, у меня тут, ну, на применении 5, наверное, осталось у меня, и я ее вот додела, а потом вернулась к этому счастью. Хорошая зубная паста, к моим молочным зубам она нормально относится. Если у вас вдруг молочные зубы, советую такую пасту. Вот так, думала, что баночки будут маленькие, а они, блин, большие, пришлось прорываться и заново включаться. Ну, тут, походу, немного осталось. В общем, у меня тут закончилось масло, мировое масло, репейное, а ей ведь с витаминами, красота и здоровье, 100 мл. Долго она у меня стояла, очень редко про нее вспоминала, делала маски с ним, еще чего-то, что-то еще и еще чего-то. И, в общем, мне его, по-моему, задарила Аленка, когда мы с ней вот только-только она меня сагитировала на ведение канала. Ну, еще, хорошее масло, хорошее масло, мировое. Если вам не лень и вы помните, что надо удавлять свои волосы, то, в принципе, советую. В аптеке продается, по-моему, наверное, в Фикс Прайсе продается, 100 лет там не было, еще где-нибудь продается. Так, у меня закончился, я его уделала. Бальзам для губ Baby Lips от Maybelline, от поменяшки, кажется, вообще в первой поменяшке, от Насти за редкой был. Очень классный бальзам, обычная, вообще, на самом деле, обычная гигиеничка. Я им пользовалась как бальзамом, я им иногда удобряла ногти. И вот тут совсем чуть-чуть уже оставалось, а я им уже наудобряла ногти, потому что там на губы было как-то очень сильно проблематично подцепить. Не, наверное, можно какой-нибудь кисточкой вымазать до конца, не знаю. В общем, классный такой бальзам для губ. Советую. И, Настя, спасибо за возможность попробовать. Так, у меня тут, по-моему, уже, ну, там, может, на пару применений осталось, закончился. Это Ифраше мне как-то давали летом, что ли, или весной, уж не помню, подарок за покупку. Оно мне досталось в оффлайновском магазине. Это 10 мл. Это гидровежиталь. Чё это вообще такое? Крем. В общем, гель-крем интенсивное увлажнение 24 часа 10 мл. В самом деле, это не гель, это просто крем. И он действительно идеально увлажняет, идеальное увлажнение в течение всего дня. Он классный такой, в общем. Его, во-первых, мне кажется, оптимальный вариант для крема для лица это 10 мл. Летом он особо не нужен, ну, в редких случаях осенью, там, или весной, или зимой. В общем, классный гель, крем, точнее, пардон, я его позвала гелем. Тут ещё что-то, наверное, да, вот выдавится вот такое вот. Он быстро, в общем, ну, легко наносится, быстро впитывается. Кожа не липкая, ничего. Единственное, вот, если чуть-чуть вот летом, ну, вроде как, не сильно жарко, не сильно холодно, но иногда вот его нанесёшь уже на улице, чувствуешь, что вот чего-то такое лишнее. Так что всё-таки летом, наверное, как-то надо посторожнее с кремами. А так вот на руку нанёсла. Пахнет приятно, кожа гладкая. Да, кстати, я вот практически с мыла хотела принести, но не захватила, в общем, из этой же серии. Только пенка для умывания у меня, по-моему, от Насти Лукьяновой. В общем, как пенка для умывания, но у меня стоит, я её пользую в основном, как, по-моему, как жидкое мыло, если надо быстрее руки помыть, а ничего под рукой нету, вблизи. Или как просто, как умывалка. Конечно, я её потом в следующих пустых баночках обозрю, но как средство для смытия мейкапа, оно не подходит, потому что вот у меня полоса, я тёрла-тёрла, полоса ещё осталась на руке от этого Никса. Да, крем хороший, я думаю, полноценный формат, если вы любите крема и фрошет, то вот он, в принципе, я его советую. Мне вот этого флакончика, тюбетичка, на прилично хватило, тут ещё вот осталось, оказывается, так что он у меня пойдёт в полу не пустые баночки, доделаю я его до конца. Классный крем. Так, то у меня закончилось масло. Вообще оно у меня 300 лет стояло, столько не живут. Это у меня масло было жасмина, такое парфюмерное или нефирное, уж точно не знаю, тут было 5 мл, когда я его покупала, вообще не помню. Сейчас я его попытаюсь достать. У меня ещё в таком же коробочке осталось ещё лотос масло. Мне кажется, удобно вообще, ну, я его покупала исключительно в своё время для аромаламбы, вот в половинке этого флакончика, вот половинка то, что оставалось, я сделала свои последние, предпоследние, не знаю, на видео я это делала, или просто потом зафоткала в группу, закинула себе вот равно духи самопальные. Пахнет ещё оно жасмином. У меня много в своё время было таких баночек, и у нас был такой восточный магазин, я там покупала и себе, и в подарок. Ну и чисто вот как ароматичное такое что-то очень хорошо. Это у нас Body Lover, Lover, хрен знает. Но баночка масляная до сих пор. Я вообще в сети посмотрела, они, оказывается, всё ещё существуют. Это фирма, не фирма, но вот что-то такое. Где оно вообще сделано? Австралия, оказывается, оно сделано. В общем, Австралия, оно всё ещё существует. У меня закончился гель для душа от Аленки, Фаберлик, Оранжерея, Роза и Сандал. Кстати, очень классный, пахнет и розой, и сандалом. Такой вот на холодное время года очень хороший гель. Там вот трясётся, но, по-моему, вода, потому что я его до конца уделала. Вот, классный, хороший гель, спасибо Аленке. Это у меня вообще коробочка просто, сама маска у меня стоит сейчас ванной. Это, по-моему, от Дилли у меня было, если я не путаю. Вроде от Дилли, да. Если что, извиняюсь. В общем, это поют Париж маска скраб. Маска Гамаш, Pure Expert, маска скраб для лица, очищающая. И чего-то там ещё делающее. Там с мятой, с чилийской мятой и с чем-то ещё. Так, тут у нас, по-моему, сколько там, 50, по-моему, миллилитров она сроком до ноября 19-го года, сделанная во Франции. Я что-то тут её достала, думаю, ну, она стоит уже практически годная, а хоть попробуй. Да, действительно, по-моему, всё-таки отделили эта маска была. Та, которая мне тут тоже что-то уже обозревала от неё. Вот эта тут, помада как красоту. И, по-моему, вообще из одной посылки это было. В общем, я её пользовала как маску для лица. Ну, и сейчас она у меня тут постоит в ванной, я её использую как Гамаш. Потом год в пустых баночках я её обозреваю. Тут коробочку пока обозрела. Что у меня тут? У меня практически закончился. Тут где-то одна треть осталась. Это лак, который Аленка тогда... Ну, как она обозревала, то, что у неё не ликвид. И предложила, если мне захочется, то я типа выберу. Я его выбрала, забрала. В общем, он у меня на ногтях сейчас и периодически в видео чаще всего был. Вот я его практически месяц юзала почти постоянно. Ну, никак, но довольно часто. Тут вот треть, как говорила, уже осталась. Она очень неудобно его стала набирать. Ну, и кисточку. Если на этой руке у меня так более ярко, то здесь уже совсем чуть-чуть. И я решила, что его уже можно утилизировать. Это у нас какая-то лавель 6 мл. Тут уже всё стерлось, ни черта не понятно. Ну, такой хороший лак. У меня там где-то часа три на ногтях держался. Мне вообще недолго лаки держатся. Но Аленка, помню, говорила, что в своём видео что-то такое, что он не стойкий. Ну, в общем, так примерно есть. Хоть оно ещё и есть, но я уже его не могу. Ну, это мне Аленка дарила как-то Эйвен, а неё очищение и ренью. Борется с возрастными изменениями, очищающие 3 в 1 вода для лица. Для всех типов кожи. Слушай, такая параша вообще жуть. Я всегда как-то к Эйвеню так с пренебрежением, с каким-то подозрением относилась. Хоть тут я и давала очень много шансов. Я её брала в деревню, она у меня стояла типа как тоник для лица. Я иногда смывала уже сюда, когда привезла, всё не могла вспомнить, почему она у меня не пошла. Каждый раз начинала, откладывала в сторонку и забывала. В общем, я и смывала в основном бальзамы, эти блески всякие, помаду для губ. И иногда пыталась протирать лицо. Вот ощущения такие мерзкие какие-то, вот жжение какое-то, дискомфорт. Причей, конечно, нет от неё, но она сама какая-то будто мыльная. В общем, и я её решила всё-таки не мучиться и не мучить её, не мучить себя и отправить её в пустые баночки. В общем, не, если вы фанаты Эйвеню и вам ничего от такого не бывает, то, конечно, берите и не пожалеете. А если вы не очень так, и потом у меня вроде как нет возрастных изменений. В общем, не, она, конечно, может и смывает хорошо так. Ну, не то, что хорошо, но лучше, чем, допустим, из этой вот серии пенка, да, или лучше, чем вот эта пенка, точно лучше, чем она смывает. Ну, после неё тоже нам каким-нибудь молочком. В общем, брррр. Дизорно. Так, у меня закончилось масло апельсиновое. У него срок годности, правда, прошёл в июне. Но у меня тут эта соседка по магазину выдавала, что, хозяйка того магазина, что без разницы, если масло эфирное стоит, и ему ничего не... Что, хоть у него там срок годности прошёл, что это всё равно масло эфирное, им ничего не будет. Вот, не знаю, мне кажется, что если у масла эфирного прошёл срок годности, вот на пихте я чисто пробовала, у меня пару раз была пихта как-то просроченная, и в эфирное масло вот в лампу засунувало, в эту аромалампу, и потом в носу какое-то ощущение непонятное, вообще как-то, извиняюсь, тошнило. Чисто вот от запаха, от всего, мне кажется, что всё-таки это надо масло после срока годности уже не уюзывать. В общем, вот это вот апельсиновое масло. Хотя вот с этим было, в принципе, может быть, то, что у него в июне срок закончился, и вот сейчас октябрь, точнее, вот сейчас уже ноябрь, в октябре его доюзывало. Может, небольшой такой, небольшая такая просроченность, наверное, ну, не особо так роли тут поиграла, потому что, в принципе, оно действительно хорошее было. Вот, мне надо было взбодриться, я засыпаю, сижу вообще, лыка не вижу, спать хочу. Я накапывала, вообще-то много, правда, накапывала в эту, я вообще люблю как-то так, дофига накапывать в аромаламбу масло, и апельсинчиком пахнет, я такая вся бодрячком. В общем, советую вам, это масло, вообще апельсиновое масло советую, вообще эфирное масло советую. Кто-то у нас вообще, что за фирма? Фирма у нас тут только что-то на этом, на казахстанском, казахском. А, вот, Сибирь, Сибирь, короче, какая-то Сибирь. В Новосибирске она сделана. Так, у меня закончился гель от Аленки, Эйван Сенсис, увлажняющая, свежающая, морская лакуна, сочная груша, гель для душа, 100% экстракта происхождения натурального. Да, там в конце очень много всяких натуральных экстрактов натурального происхождения, 250 мл. У него, по-моему, слегка изменилась консистенция, потому что он хорошо капал. Он был не такой гелевый-гелевый, что вообще гелевый фит, поймешь, как его, а именно просто обычный гель для душа, и он давал приличную пену, но где-то на середине у меня, я не сразу поняла, от чего, от чего, и где-то вот 2-3 я уже уделала, я поняла, что именно от него у меня пошло, вот, после каждого применения, зуд какие-то, прыщики по коже. Я сначала думала, что аллергия на что-то другое, но в результате я им просто домыла уже посуду, потому что выкидывать было жалко, пахнет он вкусно. Посуду он, ну, нормально, никакой аллергии у меня нигде не вызывал, а вот именно на тушке, ой-ой-ой-ой-ой, все, попадало нафиг, блин. Не буду я это вырезать, точнее, СМР, чтобы тут громкие звуки вырезать. Так, и по ходу дела у меня все, пустой пакетик. В общем, вот такие у меня пустые баночки, думала, мало получилось, как обычно, нафига. Да, если вы себя осилили, то будет вам счастье. Там у меня, я учила очень давно, уже месяц третий или четвертый, пытаюсь записать обзор на Ройбуш, у меня еще даже, оказывается, товарищ какой-то на тифаретнике меня смотрит и напоминал, вот когда, типа, обзоры на Ройбуш был. Вот завтра, наверное, постараюсь записать. Ну и там то, что я писала, вообще у меня там в группе ВКонтакте написано, что, почему по поводу видео. Так что, все, что обещала, будет. Если я что-то давно обещала и никак не записываю, то вы мне в комментах или в личку там напишите, я не кусаюсь и напомните. В общем, всем спасибо за просмотр и пока.